Дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса с целью сдерживания роста цен на продукты питания и товары первой необходимости рассмотрели в понедельник на еженедельном оперативном совещании главы региона с руководителями органов власти. Ранее за круглым столом текущую ситуацию по ценам представителей органов власти обсудили с руководителями региональных торговых сетей и крупнейших производителей округа. Речь о борьбе с повышением цен на товары первой необходимости также шла на заседание оперативного штаба по устойчивому положению экономики. О работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения на территории Ненецкого округа. Напомним, по поручению губернатора округа была создана рабочая группа по их мониторингу. В состав рабочей группы также вошли сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Ненецкого округа и сотрудники управления федеральной антимонопольной службы. Мы осуществляем мониторинг ежедневно по всем позициям жизненно необходимых товаров. Это продовольственное и непродовольственное значение. На текущий момент у нас все и производители и владельцы торговых сетей подтверждают, что нет каких-то проблемных позиций, нет существенного увеличения, не планируется существенного увеличения цен по отдельным видам позиций. Складских запасов продуктов первой необходимости у торговых сетей хватает на срок до 120 дней. И большого увеличения цен на них не планируется. Важно отметить, что все торговые сети, которые курируются департаментом, такие как Ненецкая агропромышленная компания и мясопродукты, однозначно не будут повышать цены на все продукты, которые они производят. Цены на продукцию мясокомбината, на производимую продукцию не повысятся, они останутся на прежнем уровне. Цены на сопутствующие товары, которые мы реализуем в наших торговых сетях, также остаются на том же уровне, что и были. Повышение не предвидится, по крайней мере в ближайшее время. В конце прошлой недели на заседании оперативного штаба по устойчивому положению экономики глава региона поручил профильному ведомству усилить работу по мониторингу цен в округе. Это необходимо делать ежедневно, отметил Юрий Бездудный. Также губернатор дал поручение организовать горячую линию для населения. В понедельник на оперативном совещании главы с руководителями органов власти Альберт Чапдаров доложил, что такая линия организована. Очень важно, чтобы работала горячая линия, чтобы жители могли обращаться на эту горячую линию, а вы оперативно реагировать. Глава профильного ведомства сообщил, что больше всего вопросов на горячую линию поступают по ценам на сахарный песок. Хотел бы сказать, что сахар у нас в стране производится полностью самостоятельно, то есть это не та позиция, в которой мы зависим от импорта. И свекла также выращивается в стране полностью, и ее производства также полностью хватает для производства сахара. Ажиотажный спрос, который у нас появился на прошлой неделе, он привел к тому, что дешевые позиции сахарного песка вы раскупили в первую очередь. Это привело к тому, что в магазинах, особенно на селе, дешевые позиции разобрали и остались только дорогие позиции. Поэтому визуально это выглядело как удорожание. На текущий момент, с чем была связана эта ситуация? С тем, что сахар – это биржевой товар, и до 9-го числа торги по сахару были приостановлены, и производители просто не давали возможность разгрузить даже те вагоны с сахаром, которые в Кироге стояли. Сейчас эта проблема уходит, потому что производитель биржи открылась, сахар пошел. Сегодня буквально общались и с хлебозаводом, и с торговыми сетями. Сахар начали отпускать. На оперативном совещании в понедельник обсудили также дополнительные меры поддержки организаций малого и среднего бизнеса. Я считаю, что надо в самое кратчайшее время разработать пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, и прежде всего нацеленных на поддержку торговых организаций нашего округа, чтобы они в этих условиях не оказались в предбанкротном состоянии. Как вариант, мы можем рассмотреть поддержку кредитами через центр развития бизнеса. Кроме того, полагаю, что было бы справедливо сейчас пересчитать размер торговой наценки в сторону уменьшения для организаций, которым мы предоставляем субсидию по доставке. Те, кто не наворачивают торговую наценку, они могут воспользоваться этой субсидией. Если они решили нажиться на людях и накручивают сейчас торговую наценку, то мы просто не будем им давать субсидию. Глава региона в этой связи дал соответствующее поручение Департаменту финансов и экономики, а также Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса.